украшение является неотъемлемой частью любого коктейля и очень часто в этих коктейлях используется коктейльная вишня вишня мороскина либо может называться еще как-то ну чаще это коктейльная вишня и вот мне удалось попробовать очень вкусную мороскиновую вишню от бренда люксарда еще раз спасибо сергею и сейчас я вам расскажу как я делал свой собственный рецепт я использовал не совсем вишню потому что маринованная вишня получается очень жидкая я использовал черешню черешня по мне более хрустящая и действительно похоже именно на тот продукт который готовит бренд люксарда и на самом деле еще много-много-много других брендов которые имеют доступ к этим замечательным вишенкам вот такого плана выходит ягодка вкусная хрустящая сладкая и великолепная с вами канал микс ринг я приветствую вас на этом канале сейчас снова вернемся к домашним заготовкам так получается что коктейльная вишня если то что вы можете купить в свободном доступе ну не совсем не совсем отвечает всем требованиям которую бы я предъявлял к этой вишне к этому важному коктейльному ингредиенту но сделать в домашних условиях вы можете не хуже ну или на крайний случай если вы делаете коктейль летом просто используйте свежую вишню либо черешню как в этом случае и будет очень вкусно для того чтобы сделать эту вишню эту коктейльную вишню коктейльную черешню я использовал ягоды черешни очистил от косточек высыпал в банку и залил бренди примерно у меня получилось 200 миллилитров в бренди на объем банки 500 миллилитров постояла около недели потом уже промариновавшуюся проспиртованную вишню я слил из этого слива черри бренди я приготовила ликер о нем чуть-чуть поподробнее но уже немножко позже потом вот эти ягоды промариновавшиеся проспиртованные ароматизированные бренди я залил вишневым сиропом для этого я взял замороженную вишню сделал из нее просто вишневое варенье одну часть ягод одну часть сахара сварил и сироп использовал просто чисто по объему то есть сколько влезло в банку столько и получилось точно такой же сироп я использовал для домашнего вишневого ликера он уже получился гораздо слаще чем тот вишневый сироп о вернее вишневый ликер вишневая настойка что продается в наших торговых сетях но более насыщенный и вот в сиропе у меня вишня настаиваться до сих пор это примерно месяц-два она практически не портится потому что здесь есть и спирт и сахар и фруктовая основа великолепная штука ну собственно такая баночка 0 5 литра получилось ее хватит действительно надолго расфасуйте в удобную тару и будет вам счастье по поводу вишневого ликера это действительно вкусно это пахнет вишни это очень вкусно пахнет он великолепен он насыщенный он мощный он вишневый на вкус он приторно сладкий очень сладкий а здесь сахаром я думаю не меньше чем 400 грамм на литр очень много и вот пить его в чистом виде как те же вишневые настойки вишни на коньяке или еще что то наверное не получится но в коктейлях именно такое содержание сахара именно такое содержание вишни это нужно получается именно тот рецепт который вы сможете повторить домашних условиях это конечно не мороскиновая вишня потому что отличается по насыщенности там все-таки больше вот какого-то сиропного хрустящего эффекта и ликер несколько отличается от фирменных которые производят бренд люксарда бренд мараска либо какие-то другие фирменные но гораздо лучше чем дешевые дешманские беспонтовые вишни на коньяке либо что-то за 300 рублей в соседнем магазине поэтому рекомендую вам сделать этот рецепт тем более что вишня есть свободном доступе черешню конечно стоит брать в сезон когда она доступная ягоду вишенки вы можете использовать даже замороженном виде и по факту это всего лишь побочный продукт от замечательной коктейльной вишни которую не стыдно кинуть в мартини не стыдно кинуть в мартинез не стыдно кинуть в другие коктейли где используются например виски и вермут либо что-то еще да не стыдно значит кинем кто же нам запретит она точно не испортит ваш коктейль и сделает его возможно даже лучше в общем с вами был дмитрий канал миксдринк пробуйте домашние эксперименты делайте домашние заготовки и у вас будет самый лучший домашний бар ваше здоровье всем пока